В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. На европейской сессии евро предпринял попытки роста и частично вернул себе утраченные в ходе предыдущей сессии позиции. Внутри дневной максимум был зафиксирован в области 1,1278, после этого рост котировок был приостановлен. На рынке царит неопределенность в преддверии важных событий, в основном перед референдумом в Британии, заседанием Федрезерва США, Банка Англии и Центробанка Японии. Между тем, сегодня макроэкономический календарь пуст. Ближайший значимый отчет по розничным ценам США выйдет завтра в 15.30 по московскому времени. Технически евро пытается подняться от важной поддержки 1,1250. Индикаторы также сигнализируют о восстановлении пары из зоны перепроданности. Важный уровень сопротивления расположен в области 1,13. Его прорыв откроет дорогу к следующему уровню в районе 1,1340. В ближайшие часы, скорее всего, евро продолжит коррекционный рост в исходящем направлении. Начав торговую неделю снижением, пара фунт-доллара перед открытием европейской сессии начала консолидироваться в диапазоне 1,4150-1,4230. Однако вскоре торги в нисходящем тренде продолжились. На фоне снижения была несколько раз протестирована поддержка 1,4150. Продавцы снизили цены до минимального значения текущего дня 1,4116. На снижение интерес инвесторов в паре возобновился, и котировки предприняли новую попытку роста выше значения 1,4150. На волатильность пары в основном влияют результаты опросов относительно итогов предстоящего референдума. Согласно предварительным данным, число сторонников и противников выхода из Евросоюза практически сравнялось. Валютный инструмент может получить шансы роста в случае выхода позитивных данных по ценам потребителей и рынка труда Британии, запланированных на эту неделю. В ближайшие часы волатильность пары снизится, ожидаем начала ее восстановления. Неопределенность будущего относительно процентной ставки ФРС США и снижение доходности гособлигаций по всему миру поддержало золото. Последний опрос касательно референдума в Британии также сыграл поддерживающую роль для фьючерсов золота. В сложившейся неопределенности на мировых рынках золото востребовано как валюта-убежище. Котировки металла продолжают свой рост. В понедельник рост замедлился возле локального максимума – 1285 долларов. Ближайшее сопротивление на уровне 1290 долларов за унцию, ближайшая поддержка на отметке 1280. Металл перекуплен, и на этой неделе мы ожидаем завершение роста котировок золота и начало снижения цены. Если пара закрепится ниже уровня 1260 долларов за унцию, есть вероятность ее снижения к отметке 1240. Рост выше 1290 откроет дорогу к отметке 1300 долларов. Текущая ситуация по нефти марки WTI нейтральная. Нет никаких предпосылок ни для продолжения роста, ни для движения вниз. Котировки золота поддерживают следующие факторы проблемы в Нигерии – сокращение коммерческих запасов США, общее ослабление доллара. Отсутствие покупателей открывает продавцам дорогу к поддержке 48 долларов. Для нефти сейчас решающий момент. Дальнейшая слабость позволит ей опуститься ниже 48-й фигуры. Его крепление поддержит рост к 52-му уровню. Торги понедельника нефть WTI проводит в районе уровня 48 долларов 50 центов, консолидируясь и находясь в ограниченном коридоре между уровнями 48 долларов 30 центов – 48 долларов 70 центов. Попытки роста ограничены локальным максимумом – 48 долларов 30 центов за баррель. Нефть находится под давлением продавцов, которые давят на нефть в сторону уровня 48 долларов за баррель. Ожидаем продолжение консолидации и очередные попытки восстановления цены к отметке 49 долларов ровно. Обратите внимание, завтра в 11.30 в Великобритании запланирована публикация индекса потребительских цен. На фоне полемики о возможном выходе Великобритании из состава ЕС, свежие данные способны усилить волатильность фунта стерлингов и расширить перспективы заработка на его движении. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Сейчас коротко о главных событиях. Крупнейшая в мире биржа ставок Betfair понизила коэффициенты на выход Великобритании из Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости определить экономический статус Китая. Глава Еврокомиссии привезет на Петербургский форум предложение по поставкам российского газа в Европу. Теперь подробности. Крупнейшая в мире биржа ставок Betfair понизила коэффициенты на выход Великобритании из Евросоюза 68,5% до 67%, сообщает агентство Reuters. Согласно данным биржи, лишь 10% ставок сделаны на выход Великобритании из ЕС по итогам референдума, который состоится 23 июня. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил в интервью изданию Build, что Brexit станет началом конца не только для ЕС, но и, по его словам, для всей политической цивилизации Запада. Он добавил, в день выхода британцев наши внешние враги будут пить шампанское, мы должны сделать все, чтобы сорвать им эту вечеринку. Согласно последнему опросу британцев, число сторонников выхода Великобритании из Евросоюза лишь на 1% превышает количество тех, кто намерен голосовать против такого решения. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости определить экономический статус Китая во всемирной торговой организации. Для этого следует провести ряд встреч и переговоров на уровне экспертов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на материалы состоявшегося брифинга Меркель с премьером Государственного совета Китая Лейко Цианом. Канцлер Германии также отметила, что новые законы, принятые в Китае, могут значительно затруднить работу зарубежных неправительственных организаций в стране. Меркель призвала китайские власти сделать внутренний рынок более доступным и открытым для иностранных инвесторов. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер привезет на Петербургский форум предложение по поставкам российского газа в Европу, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на мнение экспертов. В статье отмечается, что Польша и Словакия категорически возражают против проекта «Северный поток-2», не поддерживает его и Италия, которая отдает предпочтение проекту «Южный поток». По мнению аналитиков, Юнкер может предложить России расширение условий строительства газопровода «Северный поток-2» и потребовать гарантий на его соответствие энергетической политике Европейского Союза. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подтвердил возможность дискуссии между Путиным и Юнкером в рамках форума о проекте «Северный поток-2». Петербургский международный экономический форум будет работать с 16 по 19 июня. Забастовка пилотов шведской авиакомпании SAS продолжается четвертый день. Причиной столь крайней меры стали разногласия между профсоюзом и работодателем по вопросам условий труда и размеру заработной платы. В частности, руководство компании объявило о повышении зарплаты на 2,2%. Пилоты требуют роста оплаты труда на 3,5%. Кроме того, профсоюз настаивает на более точных формулировках в коллективном договоре, чтобы избежать возможного двоякого их толкования. В течение последних дней проходили переговоры между двумя сторонами конфликта. Однако договориться им не удалось. В сообщении компании SAS говорится об отмене в понедельник 230 рейсов. Представитель шведского объединения пилотов Карин Ньюман извинилась перед пассажирами за вынужденное решение о приостановке полетов. В начале сентября в Сочи пройдет традиционный международный банковский форум «Банки России. 21 век». Организатор форума Ассоциации региональных банков России. В форуме принимают участие руководители российских банков и финансовых компаний, руководители Банка России, агентства по страхованию вкладов, представители Всемирного банка. Официальным спонсором форума в этом году выступает компания «Максимаркетс». На содержании будущего форума рассказывает первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Георгий Медведев. С 7 по 10 сентября это наш банковский форум международный, который проходит в Сочи традиционный, который собирает всегда более 500 участников. Несомненно, там обсуждаются вопросы, связанные с развитием рынка, с развитием банковской деятельности, с регулированием банковской деятельности. Ну и, наверное, мы считаем, что необходимым очень важным вопросом сегодня являются вопросы взаимодействия банковского сектора рынка и других участников финансового рынка, потому что сегодня это направление становится ключевым. Ну нельзя одному сегменту быть устойчивым, а другому нет. Все это взаимосвязано, поэтому мы будем призывать всех участников рынка принять активное участие в этих мероприятиях. День рождения королевы Региональный рынок закрыт, и статистика не публикуется. Напоминаем, завтра в 11.30 в Великобритании запланирована публикация индекса потребительских цен. На фоне полемики о возможном выходе Великобритании из состава ЕС, свежие данные способны усилить волатильность фунта стерлингов и расширить перспективы заработка на его движении. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.